Прямой эфир телеканала Россия продолжает вести Ульяновского региона. В студии Рина Шмыгова. Добрый день и коротко о главном. Установка медицинского оборудования сорвалась. Поставщик не выполнил обязательства. В отношении директора данной организации и самой организации возбуждены дела в административных правонарушениях. Договор с фирмой, которая должна была доставить оборудование для диагностики ковида в детскую областную больницу, расторгнут. Указ один для всех. Выявлено три нарушения перчаточно-масочного режима в отношении сотрудников. В регионе продолжают проверять соблюдение перчаточно-масочного режима. Спортивных менеджеров для Ульяновска будут готовить в Олимпийском университете. Мы готовим универсальных менеджеров для Ульяновска. Глава региона заключил соглашение с ведущими спортивными центрами страны. Два новых реанимобиля поступили в областную клиническую больницу. Машины экстренной медицинской помощи класса С помогут транспортировать тяжелых пациентов как из отдаленных районов в региональную столицу, так и из Ульяновска в другие регионы. Например, в расположенные в соседних субъектах Федерации крупные медцентры. Реанимация на колесах оборудована всем необходимым. От аппарата ИВЛ до дефибриллятора. Желтый цвет автомобиля – это автомобиль класса С. Потом, в зависимости от того, как больной, врач может прийти к пациенту в модуль, то есть ревенционный модуль. Из класса С он может спокойно прийти в ревенционный модуль. Затем класс С по полной программе оснащен для оказания ревенционной помощи. Общая стоимость спецавтомобилей – чуть больше 8 миллионов рублей. Реанимобили уже в ближайшее время будут использоваться для нужд отделения экстренной плановой консультативной медицинской помощи. Кроме того, в рамках нацпроекта здравоохранения Ульяновская областная больница получает новое лечебное и диагностическое оборудование. В рамках национального проекта здравоохранения в 2020 году для регионального сосудистого центра Ульяновской областной клинической больницы будет приобретено оборудование на сумму более 149 миллионов рублей. Это уникальный магнитно-резонансный томограф мощностью 3 Тесла, единственный в нашем регионе, и ангиографический комплекс. Новый ангиограф будет предназначен для сложной диагностики сосудов головного мозга и конечностей на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с высоким уровнем риска, которые находятся на диспансерном наблюдении. В 2020 году с бюджета всех уровней выделено свыше 100 миллионов рублей. А вот в детскую областную больницу ульяновская фирма срывает поставку медицинского оборудования. Прокуратура возбудила дело. Роботизированная станция для диагностики коронавирусной инфекции стоимостью 22 миллиона рублей должна была быть доставлена в медицинское учреждение и установлена в июне текущего года. Однако ульяновская медицинская компания до сих пор не выполнила свои обязательства. В результате мы были вынуждены в одностороннем порядке расторгнуть контракт с применением штрафных станций к фирме-поставщику данного робота. В данный момент ждем окончательного утверждения контракта, расторжения контракта и закупку нового оборудования для диагностики острой коронавирусной инфекции. Прокуратурой района в адрес поставщика направлено, внесено представление об устранении нарушений закона, а также в отношении директора данной организации и самой организации возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 7 статьи 7.32 кодекса Российской Федерации административных правонарушений. Контракт с фирмой расторгнут в отношении ульяновской медицинской компании применены штрафные санкции. Маски, перчатки, дистанция в Ульяновске продолжают проверять, как соблюдается масочно-перчаточный режим. Накануне профилактический рейд прошел в железнодорожном районе Ульяновска. Народные дружинники, специалисты Управления имущественных отношений, гражданской обороны и дорожного хозяйства администрации областной столицы вышли на улицы города, чтобы проверить, носят ли продавцы в магазинах, водители общественного транспорта и рядовые горожане средства индивидуальной защиты. Осмотрели как мелкие торговые точки, так и сетевые магазины. Проверено 19 объектов торговли, выявлено 3 нарушения перчаточно-масочного режима в отношении сотрудников, составлены протоколы об административной ответственности по статье 20.6.1. Также была проведена проверка общественного транспорта в количестве 16 маршрутов, составлен один протокол на водителя. Мониторинговая группа не только составляла протоколы на нарушителей, чиновники проводили профилактические беседы с горожанами. Цель напомнить ульяновцам, что их здоровье – это их личная ответственность. И только соблюдая перчаточно-масочный режим и эпи-требования, можно избежать и заражения коронавирусной инфекцией или ОРВИ, и материальных потерь. Подготовка спортивных менеджеров для Ульяновска, создание филиала Олимпийского университета, а также новые возможности для ульяновских легкоатлетов. Губернатор региона Сергей Морозов с рабочим визитом побывал в Сочи. Итоги переговоров в следующем репортаже. Сочи – центр сосредоточения спортсменов Олимпийского резерва. Российский международный олимпийский университет ежегодно выпускает специалистов в области спортивного менеджмента для российской и мировой спортивной индустрии, олимпийского и паралимпийского движения. Здесь будут готовить спортивных менеджеров и для ульяновского региона. Соглашение о сотрудничестве подписано. Мы готовим универсальных менеджеров. Почему к нам идут регионы? Потому что они понимают, что мы подготовим таких менеджеров, которые потом смогут управлять объектами в регионах Ульяновской области. Они смогут быть руководителями клубов, они будут руководителями федерации. По мнению Сергея Морозова, профессиональная подготовка специалистов позволит поднять в регионе интерес к спорту, а также реализовать новые проекты. Один из которых – открытие Академии спорта на базе Ульяновского училища Олимпийского резерва. Таким образом у нас появляется огромная-огромная вертикаль. Но она куда-то должна упираться. Мы договорились с ректором о том, что у нас будет создан филиал Олимпийского университета в городе для того, чтобы наши спортсмены не только выступали хорошо, но и одновременно получали великолепные знания. В этом году в университете будет обучаться рекордное количество заслуженных мастеров спорта, в том числе и международного класса. Среди них – олимпийский чемпион Лондона Арсен Галстян. Сергей Морозов вручил ему почетный знак посла года детского спорта в Ульяновске. Всячески буду принимать усилия, чтобы участвовать на всех мероприятиях, чтобы и проводить и мастер-классы, и встречи с нашими детьми. Несмотря на плотный график мероприятий, глава региона встретился с ульяновскими легкоатлетами, которые готовились к участию в командном чемпионате России. Я работаю давно тренером, но чтобы первое лицо региона присутствовало на разминке, таким важным стартами, это, в общем-то, здорово. Сотрудничество нашего региона с Южным федеральным центром спортивной подготовки позволит ульяновским атлетам участвовать в учебно-тренировочных сборах на одной из лучших спортивных баз страны. Сергей Иванович, на мой взгляд, один из лидеров развития спорта в нашей стране. Вот мы обменивались целыми впечатлениями, обменивались, говорили о разных видах спорта, и видно, что Сергей Иванович этим живет, и я рад за всех спортсменов, за всех жителей ульяновской области, что у них такой губернатор. Уникальные методики этого центра планируется применять в развитии и совершенствовании инфраструктуры ульяновского региона. Ирина Шмыгова, Вести, Ульяновск. В Ульяновске подвели итоги грантового конкурса «Агростартап». О том, кто стал победителем и на что будут потрачены выигранные средства, расскажет Екатерина Лазарева. Фермерское хозяйство семьи Насибуловых стартовало с двух буренок. Через время коровы начали телиться, и по соседству с уже имеющимися густями, курами и овцами поселились еще шесть коров и пять телят. И это было лишь началом фермерского пути. Сейчас в новом просторном коровнике на 120 квадратных метров живут уже 14 буренок. В планах приобрести еще 10 метелей. Помог в реализации идеи грантовый конкурс «Агростартап». Я очень обрадовалась, что я выиграла. И я благодарна этому центру оппозиции, что они мне помогали все это время. Я звонила в любое время, и они мне отвечали, все сотрудники, все было вежливо, все объясняли подробно. И я была очень рада, что я попала таким людям. «Агростартап» – это поддержка фермеров, проживающих в сельской местности. Подать заявку можно как индивидуально, так и от кооператива. Полученные средства победитель гранта может потратить на покупку земли, ремонт складских помещений, подключение к инженерным сетям и приобретение животных и инвентаря. Равья так и сделала. А эти буренки – гордость супругов Затеевых из соседнего поселка Новоселки. Они тоже стали обладателями гранта. Пошла супруга сначала в прошлом году. Подала заявку на начинающий фермер. Выиграла. Мы очень обрадовались. Закупили. То есть выиграли мы 4 миллиона грантовой поддержки. Часть из которых мы потратили в кооператив «Филиппский» на приобретение газели. Остальные деньги мы приобрели на 30 дойных коров. А уже в этом году Алексей и сам попробовал силы в грантовом конкурсе в агро-стартапе. Организовал кооператив «Новоселкинский». Получил 4,5 миллиона. Так в СПК появилась еще одна газель. А в коровнике супруги установили охладитель. Теперь строят амбициозные планы. Хотят заняться производством сыра. По подсчетам для этого необходимо приобрести 32 коровы и выйти на ежедневный удой в одну тонну молока. К слову, первый шаг к мечте супруги уже сделали. Купили помещение для будущей сыроварни. В этом году комиссия прошла. И было подано где-то 62 заявки. Заседал конкурсной комиссии, по итогам которой выявлено 15 победителей. 15 победителей. Но это 11 муниципальных образований. Из 11 районов области почти половина. Общая сумма инвестиций составила в 58 миллионов 600 тысяч рублей. Из этих средств 49,5 – это средства именно гранта. Остальные – это дополнительные средства, то есть собственные. С дополнительной информацией по участию в конкурсном отборе можно ознакомиться на сайте профильного министерства. Екатерина Лазарева, Алексей Прохоров. Вести Ульяновск. Из Мелькесского района. В Ульяновской области появился первый глэмпинг. Что это такое? В чем его уникальность? Подробно об этом расскажет Элла Шахова. Отмечу лишь одно. В современных реалиях, когда за границей противопоказано, новый вид отдыха оказался востребованным как никогда. И близко к Ульяновску, и места заповедные. Глэмпинг в Тушне открылся в начале июня. Летняя кухня, зона для костра, для мангала, туалет-душ. И пять палаток. Внутри каждой – двуспальная кровать. Это матрас. Матрас, одеялко. Ну, так как я больше по творческой части, да, мне вот важно, чтобы вот какие-то такие были приятные оттенки у постельного белья, чтобы покрывало, сочетало, да, чтобы все это как-то, ну, миленько было. Вот. И, ну, у нас то, что тут есть, это подогреваемая простынь. Да, она вот включается у нас в розетку, и ночью спать не холодно. Основной принцип глэмпинга – единение с природой плюс комфорт. Владельцы говорят, здесь никогда не будет проводиться ни шумных свадеб, ни корпоративов. На территории палаточного лагеря ходить можно только по тропкам, чтобы не испортить колорит дикой растительности, часто краснокнижной. На сами Сенгелеевские горы можно прогуляться по тропе сурка. Все думали, что они маленькие, да, а все, в общем, дети приходят и говорят, «О, мы видели огромного сурка! Он такой вот огромный, как собачка!» И все это пользуется спросом. Владельцам мини-отеля даже с рекламой заморачиваться не пришлось. Коронавирус нам сыграл на руку, потому что границы были закрыты, и люди, проведя практически месяц в самоизоляции, им, конечно, хотелось куда-то уехать, а, кроме как, по России уже путешествовать некуда, да. И очень много туристов, которые в связи с этим начали путешествовать по России, и у нас была стопроцентная загрузка. С холодами посетителей здесь стало мало. Все-таки это летний вид отдыха. Для того, чтобы приготовить Буабес, нам нужно обильное количество морепродуктов, поскольку этот суп вообще готовился изначально французскими моряками. Однако во время съемки в Глэмпинге проходил арт-бранч – творческий воскресный обед. Андрей Баклушин, повар из Ульяновска, устраивает их здесь не впервые. Именно обстановка решает всю ситуацию. В том плане того, насколько ты владеешь ситуацией, и обстановка располагает тебе к этому. Нет, дай, пожалуйста, тарелку. Потому что, знаете, когда находишься здесь, смотришь на холмы, я готовлю, тут играет костер, фильм. И вот эта вся обстановка, это прямо получается, как в своем мире ты находишься в закрытой. И очень атмосферно. Одна из участниц арт-бранча, судя по всему, поймала эту атмосферу и решила здесь задержаться. У нас завтра с мужем годовщина. Тут просто так совпало, что я узнала об этом мероприятии и мужем пофоткала. Говорю, может быть, годовщину здесь отметим. Но согласился. Вообще давно хотела попасть сюда. В Казани они очень модные уже стали. Там где-то пару или тройку лет, наверное, вот эти глэмпинги. Скоро мини-отель законсервируют до следующего лета. Но в планах у его владельцев построить рядом еще и зимние, теплые домики, а также кафе. На это Эйхманы готовят документы на федеральный грант от Ростуризма. Тогда сенгелеевскими холмами можно будет любоваться круглогодично. Элла Шахова, Денис Миронов, Вести, Ульяновск, из Сенгелеевского района. У тех, кто родился в СССР, появился шанс заглянуть в детство. В выставочном зале квартиры музея семьи Ульяновых открылась выставка очарования старины. И старина это не какая-то далекая, а та, которую еще многие помнят. Те, кто засыпал, разглядывая на стене ковры с оленями, кому за хорошее поведение разрешалось достать из серванта фарфоровую или гипсовую балерину и немного поиграть с ней. Кустарный промысел по изготовлению небольших гипсовых фигурок, а именно они составляют основы экспозиции, появился в России более века назад. После Октябрьской революции 1917 года затейливость и вычурность мини-скульптур поменяется на лаконичности и прямолинейность статуэток. Новая жизнь предиктует и новые темы. Появятся красноармейцы в длинных шинелях, лыжники, на сегодняшний взгляд, совсем не спортивно экипированные. И, конечно, особой популярностью будут пользоваться кабинетные бюсты политических лидеров. Гипсовые скульптуры, они даже в большей степени передают аромат эпохи, время, нежели даже вот с моей точки зрения, чем фарфор. И вот в соединении с коврами они дают такую вот интересную картину. А гипсовая скульптура – это последний, можно сказать, социалистический реализм Советов. А ковер – это тоже символ вообще советской эпохи, потому что нельзя представить ни одной семьи, в которой не было ковра. Плюшевые и гобеленовые ковры пережили многое. Пик популярности, когда роскошный подарок к юбилею можно было только достать, а не купить. Пережили и падение, причем в буквальном смысле со стен они упали на диваны, а потом уже ниже плинтуса, на пол. Впрочем, мода циклична и вполне вероятно, через какое-то время символа мещанства они вновь перейдут в разряд вещей, которые создают уют в квартире. А к нему люди стремятся во все времена. Выставка «Очарование старины» в квартире музея Ленина будет работать до 14 ноября. И на этом наш выпуск завершен. Я благодарю вас за внимание. Дали информация о погоде. Хорошего дня. До встречи. Увидимся. Ветер северо-западный 8 метров в секунду.